Ребята-победители занимаются в небольшом сельском клубе. Изобразительному искусству они обучаются у Киры Эмеретли. В собственном доме в селе Орлиное художница организовала изо-студию. На уроках она не просто преподает обязательные дисциплины – композицию, учебный рисунок, натюрморт, пейзаж, портрет. Главная задача – воспитать детей полноценными личностями, развить их разностороннее. Занятия проходят под классическую музыку и в семейной атмосфере. К каждому ученику Кира Эмеретли относится как к собственному ребёнку. Педагог отмечает, на победу в конкурсе не рассчитывала. «Стали приходить к нам какие-то сведения о том, что наши дети, оказывается, победили. Мы пока не верили. Мы думали, ну это не может этого быть. А потом, когда получили протокол награждения, мы уже поверили». Детей награждали в Москве 26 июня. Шестилетняя Арина Новосёлова получила кубок фестиваля. Она заняла первое место на конкурсе в своей возрастной категории. Жюри высоко оценило её работу «Ночь на море». На бумаге девочка выразила любовь к стихии. Она воспитывается в семье моряков, поэтому выбор темы был предопределён. «Мы часто с семьёй гуляем по морю, на набережной. И я вспомнила и решила это нарисовать. Художник, он как думает, так и рисует. И вот, как душа пожелала, так я и нарисовала». «Там вода прозрачная, там звёзды светят, там всё по-настоящему. Там живые мазки такие, когда видишь, что живопись живая, незамыленная, да, вот что очень красиво блестят звёзды. Хотя они нарисованы так, дым-дым-дым-дым-дым-дым, да, вот, просто кисточкой натыканы, но они блестят. Вот. А художники, я думаю, оценивали точно так же. Они увидели живую руку молодого художника. «Риша, она труженик. Она работает. Все полтора часа, сколько мы занимаемся, она даже чай не пьёт. Поэтому я считаю, что эта награда, первая премия, ей пришла не случайно, она её заслужила по праву». Стас Дёмин получил специальный диплом жюри за проникновенное изображение военной тематики. На конкурсе оценили его работу «День освобождения Севастополя». «Батальные сцены рисовать довольно трудно, потому что это же как-то надо ещё, чтобы она приблизительно с реальности нужно. И поэтому нужно было вырисовывать все детали, чтобы они были как можно точнее похожи на реальность. Надо было быть подкованным сильно на военной тематике. Я много изучала эту тему». Александра Лозовая на конкурсе заняла третье место с работы подсолнухи. Трудилась над ней несколько часов. Тщательно вырисовывала каждую деталь. «Я смотрела на оригинал и начинала рисовать. Пыталась, чтобы всё было точно. Листочки такие же. Но птички я решила сделать своего цвета. Я их аккуратно и точно вырисовывала. Люблю, когда всё точно». Каждый ребёнок – яркая и одарённая личность со своим характером, мечтами и рассуждениями о жизни. Педагог Кира Эмиретли старается помочь детям выразить индивидуальность, стремиться раскрыть их потенциал. Даже одарённый ребёнок может перестать верить в себя и прекратить рисовать из-за критики неправильного поведения взрослых. Поэтому поддержать ребят в творчестве – важная задача. А конкурсы изобразительного искусства – стимул к развитию, считает Кира Эмиретли. Поэтому художница регулярно отправляет работы своих учеников на различные фестивали. «Это даст им возможность больше поверить в свои силы. Ещё проблема же в том, что человек рисует, вот маленький человек рисует, он не совсем верит в себя. Он думает, что дедушке не понравилось, значит, я плохой художник. А тут эта работа, которая дедушке не понравилась, тут она раз и первую премию берёт. Значит, дедушка не прав». «Больше всего мне нравится в этих конкурсах, что дети в себя начинают верить». Севастопольские ребята не только получили дипломы и кубки. Их работы будут выставлены в сентябре в галерее Зураба Церетели. Детей уже пригласили участвовать в конкурсе в следующем году. Сейчас ребята пишут новые картины, чтобы поделиться своим творчеством со всем миром. Елена Корнухова, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя.